здравствуйте друзья у нас с вами в студии гости приехали из солнечного сан-диего представляйтесь меня зовут елена меня зовут виталий вы ведете блог как называется америка наш сан-диего америка наш сан-диего давно ведете мы его начали вести как только приехали сюда то есть это было 2 октября 2014 год это нью-йорк а потом мы 5 октября приехали уже прилетели на землю сан-диего и очень рады что мы все-таки стали это делать сразу поскольку вот эти первые впечатления они все-таки самые такие сочные дорогого стоит сейчас это уже как-то вот мы попривыкли мы попривыкли хотя мы тоже рады что мы все-таки здесь нам все здесь очень нравится но это уже не те эмоции есть американская пословица которая переводит звучит акты не можешь получить первые впечатления второй раз то есть вам удалось вот выплеснуть хорошо так видео много у вас уже там за это время 200 200 может 50 вот так я точно не могу неплохо только а подписчиков сколько подписчиков сейчас смотрела утром 4330 слушайте так это вообще не не слабо за такой промежуток времени в общем-то непродолжительный ну а откуда вы прилетели в нью-йорк потом сан-диего это была долгая дорога мы собирались из ярославля ой да и пока закончили дела переехали в тольятти и уже из тольятти мы вылетали в москву стыковочным рейсом следы заметали что нет фактически но у меня просто там сын тольятти моя мама моя сестра и мы там с ними можно сказать так прощались ну сын это что большой да 20 лет ему исполнилось в апреле вы меня прямо это шокируете я сама в шоке так думаешь откуда у нее такой цель-то ну ладно хорошо так занимались вы чем в Ярославле я ногти там маникюр педикюр у вас вид такой как кандидат наук профессор по красоте Елена закончила курсы парикмахера ей не понравилось и потом она переквалифицировалась на мастера маникюра педикюра но после школы вы что заканчивали дошкольная воспитатель детском саду я вижу на вас отпечаток высшего образования у меня мама учительница видимо у меня но вы не то что к детям плохо относитесь но не стали педагогом я поработала какое-то время но это было в тольятти там нам платили нормально а когда приехал уже в Ярославль там конечно копейки я уже зато волга есть грязный купаться там уже давным-давно нельзя как грязно я думал что промышленность умерла и вода уже чистая зачастую выставляют даже щиты что санабельная станция не одобряет и что там на это то 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 да к сожалению но людей это не останавливает и народ выходит на пляж для меня волга это тверь я там учился заочно второе образование получал в твери первое в москве есть тут связь закончил а потом вот в твери был университет я там заочно на заочном деревне на математику заканчивал математические факультеты и там какие-то сессии меня на работе даже оплачивали там в кабыле я работал и вот эти сессии это была самая шикарная потому что там речка и там лодочку возьмешь покатаешься и пляжики и водичка такая шикарная мне очень нравилось в Ярославле как-то они были? В Ярославле красивая набережная красивый центр а так как везде вот эти районные девчонки симпатичные конечно девчонки во всей России наверное симпатичные скажи Петров скажу ну хорошо значит а чего вы вдруг снялись то поехали куда-то дело в том что там у нас где мы жили вообще в принципе в любом городе и в Тольятти и Ярославле настолько тяжелая у нас была обстановка мы подали на политическое убежище здесь подождите а тяжелое было что вас гонял кто-то? действительно да по какой-то специфической линии или просто вот там лицом не вышли? нет мы по религиозной линии то есть просто в обществе нетерпимость или это как-то от органов каких-то? и с той и с другой стороны абсолютно и как бы от органов и от церкви номинального христианства то есть и уже соответственно и люди подтянулись как бы вы знаете что вот мы жили когда в СССР я слышал что в принципе в теории где-то есть какие-то сектанты есть какие-то там ну даже я не знаю слово баптисты даже не употреблялось вот и сейчас когда я вижу людей приезжают и там из Украины и из России и там из разных мест и вдруг выясняется что там такое ощущение что протестантов там и пятидесятников больше чем там просто этих православных действительно так много или это веяние последних лет или что что случилось? вот нам кофейку принесли так держите спасибо большое вот так что происходит всегда было много но они как-то так уж прятались что ли или чего? всегда были люди которые искали истину и советское правительство оно ну как-то прикрывало вот и когда союз пал люди жаждали вот этого духовного слова и они кинулись искать да кто-то стал баптистом кто-то стал свидетелем Айголу а почему? но они я понял то есть они не то что всегда там были они просто кинулись искать и чем-то им не понравилось искать в православии они стали искать за пределами ну возможно я не знаю с чем это связано но как бы у нас свой путь у каждого как бы я не знаю как у других это все то есть вы какие-то такие новообращенные или вы там поколениями в этом деле? ну я в 1998 крестилась Виталик на год раньше хорошо то есть действительно просто я понимаю что люди скажут вот например мне все время говорят вот вы рассказываете о каких-то там преследованиях евреев в СССР да они там сами всех преследовали да они там никто их не трогал там и так далее и вот вы говорите вот там преследуют там верующих там не той конфессии ой да что они там все выдумывают кто их там преследует нет это на самом деле так и даже сайт jw.org он блокируется многими интернет провайдерами есть федеральный закон который рекламентирует это делать поэтому ну можно использовать программу анонимайзер хотя это не совсем законно считается но кому интересно могут зайти и посмотреть на сайте есть раздел jw? да а что такое jw? сайт свидетелей гуны ааа окей окей да и там есть раздел новости и можно посмотреть то есть вы свидетели? да хорошо то есть в СССР это было как сектанты какие-то это не было какой-то легитимной религией в СССР наравне с евреями гнали свидетелей гуны наравне ну хорошо ладно значит итак вы из идейных соображений покинули и это про вас говорила Светлана адвокат из иммиграционной из Сан-Франциско что мы на самом деле за кадром когда мне Светлана говорит знаете что у меня есть блогеры одни вот там клиенты в Сан-Диего вот и я вспомнил да я знаю что есть такой канал там постоянно там натыкаешь на разных блогеров там я помню да есть такие люди у вас еще дети есть да? да маленький совместный у нас ребеночек ну маленький сколько? ну ей будет 4 года в августе у тебя было трое? двое маленькая в кадре было трое а в кадре было трое в кадре было трое хорошо трое детей нет нет значит итак вы в США где-нибудь там с октября да? чем вы заняты были это время? из того что можно рассказать допустим удобно рассказать мы ничего не скрываем ну мало ли что там я не знаю поскольку я вас первый раз в жизни вижу так я уже думаю мало ли чего у всех свои знаете скелеты по шкафам да поскольку мы долго эту поездку планировали и когда прибыли мы сразу связались с адвокатом со Светланой а откуда вы Светлану знаете? нам посоветовали наши соверующие которые тоже были ее клиентами и которым она помогла успешно а была у вас мысль такая с экономием не нужно никакого адвоката зачем это все нужно если человек там грамотный без этого обойдется и так далее многие говорят вот так вот в вашем понимании в чем ценность адвоката почему это стоит тех денег? ну я считаю если у человека есть какие-то способности если он учился и понимает в каком-то деле тогда можно взяться у нас таких знаний не было ни в юриспруденции да и вообще даже взяться ты хорошо может знаешь этот закон и все такое в своей стране здесь ты приехал ты такой же дилетант не язык толком то есть для кого-то это путь а для кого-то может и нет а кому-то и никакой адвокат не поможет может да вполне хорошо такой вопрос вы разрешение на работу уже получили какую-то? да у нас такая радость буквально недавно недавно совсем сначала разрешение уже и social security хорошо разрешение есть social security есть как вы себя видите профессионально вот про вас я знаю что вы были по профессии педагог по жизни значит там можно сказать beauty ваш бизнес да так а вы у нас чем занимались? я заканчивал я родился в Бишкеке в Киргизии в Бишкеке? да хорошо так у нас тут много бишкекских здорово так и заканчивал после 9 классов школы училище по линии газоэлектросварщик рифтовщик маляр владелец автомастерской так моя профессия называется вот это все все вместе да в одну строку рифтовщик не везде даже помещалось рифт это немецкая рифтовая хорошо так вот и поскольку отец у меня был связистом вот я начал в связи шагать в телефоны и увлекался электроникой вот чинил усилители звукоусилительную аппаратуру сколько же вам лет? 37 чтобы вы успели такое еще телефоны прямо эти вот дисковые боже с этими дифференциальными схемами там были так слушай а вроде молодой совсем понимаешь да хорошо ухаживают в 2009 году я переехал в Россию мы с Еленой поженились и я работал в компании сфера электрическая силовые слаботочные электрические сети там и ну что то все с проводами с проводами вы как Лена то встретили где вы нашли расскажите так два слова через друзей мы познакомились по интернету случайно ну да у нас были вообще друзья и мы по интернету списались но вы его увидели и сказали о или это не сразу произошло нет переписывались сначала общались потом уже произошло ну хорошо приехали вы в Америку получили разрешение на работу наконец я не знаю не знаю чем вы тут занимались там пока разрешения на работу не было ну какую-нибудь ерунду делали гуляли познавали хорошо значит что хотите делать то вот ваш план какой вот ваши зрители у вас спрашивают вообще то когда сюда ехали мы же смотрели блогеров мы на своем канале об этом говорим постоянно что как мы информацию все это черпали в итоге мы ехали сюда с целью уже пойти к вам учиться что правда не я как интересно Виталий хотел вот мы это вынашивали у нас даже были отложены на это деньги определенные что вот мы получим разрешение пойдем к Михаилу учиться и как бы тут произошло сами знаете да вот это осенью с долларом с рублем вот это вот скачок а вы еще там в курсе да мы вот ровно в это время приехали и у нас мы очень много потеряли в деньгах и как бы нам это время нужно мы же не работали мы ждали разрешение на работу и поэтому у нас деньги так плавненько плавненько и сейчас мы решили что нужно поработать а по-английски кто из вас здоров ну Виталик получше нет ну вы можете или как поговорить ну у нас такой слабенько мы говорим что что я имею ввиду что я имею ввиду и американцы начинают ну немного так щадяще общаться с нами ну в основном да когда мы ходили в банк или там по каким-то делам мы решали достигали но вам говорят ой какой замечательный вы говорите они всегда говорят как мы хорошо вот когда это прекратится значит уже достигли я знал что в этом есть какая-то подвох да хорошо у меня есть случай я очень его так люблю значит там у меня была женщина я боюсь соврать сколько ей было лет ну 43 может такая хорошая в самом начале школы нашей но она только приехала в страну и очень слабо ориентировалась в культуре как бы но при этом она такая восторженная знаете такая же нерадостная и так на себя зацикленная как в общем-то большинство людей в целом и вот она идет на первое интервью она приходит в это время мы еще занимаемся и она говорит Миша поздравьте мне сейчас оффер дадут я точно знаю это первое ее интервью и год знаете там 94-й 5-й давно я говорю а как вы знаете она говорит вы не понимаете это было такое я разговаривала там с тремя там четырьмя человек они все меня хвалили они были в восторге а потом целый департмент человек десять они меня проводили на паркинг-лод обычно до двери провожают а там уже по коридору на лифте сам они меня проводили на паркинг-лод и я говорит когда выруливал паркинг-лод они все ручкой махали слава богу и я думаю они хотели убедиться что нет какой-то там страховой ответственности или там может быть что-то не случилось чего потому что то есть так перепугаться и прийти в такое дикое состояние чтобы толпой человека проводить и убедиться что он покинул территорию безопасно но она как-то вот так воспринимала вы знаете поэтому должно какое-то время пройти когда человек адаптируется в стране и я хочу сказать что у меня самые мои ну как сказать на сердце легкие ситуации это когда у девчонки которые work and travel приезжают там политическое убежище получают ну или не обязательно work and travel как вы там ну просто они моложе и они уже там пару-тройку лет в стране пока они это все получали они там в гостиницах в ресторанах там еще что-то они по-английски говорят вообще как на родном они абсолютно социально адаптированы то есть они вылетают как из пушки понимаешь потому что у них уже все произошло им только надо чуть-чуть денежку им надо начать зарабатывать денежку у них есть все кроме денежки и это легко хотя когда у тебя еще языка нет когда ты еще социально не адаптирован и тебя видно за 200 метров что кто-то там такой странненький идет понимаете это видно же узких издалека новичков видно правда ну вот поэтому такая история ну мы вот одно из последних ваших видео как раз об этом было мы смотрели что ну может быть нужно немножечко поработать подучить язык не торопиться и все будет все время нужно адаптироваться в стране да ну что же хорошо а вы что будете делать я пока еще я ищу себя я не хочу заниматься здесь маникюром я не знаю что я буду делать пока я с ребенком а дальше видно будет а с ребенком не хотите с ребенками работать с ребенками да не знаю может быть в садике в школе может быть вот например если бы здесь у нас были да вас бы с удовольствием взяли бы там скажем русский садик у них там все педагоги с вот таким образованием как у вас там без образования не берут в начальной школе и там такой шикарный из русский сад кроматный и здесь там может быть не получают как инженеры это давайте про сан-диего может быть пару слов раз у вас профессиональная жизнь только начинается про сан-диего вы как там себя ощущаете вообще вот как место мне кажется это самое лучшее место на земле я с вами соглашусь это просто я защищу совершенно сан-диего это потрясающее место все причем вот мы сейчас ехали ты хотел что-то сказать мы сейчас ехали и поняли разговаривали о том что здесь и климат и красота и все это вместе это получается вот такое вот уникальное место где все собрано в одном там какое-то постоянное ощущение праздника вот у меня когда-то попадаю и там еще вдоль океана и сам сан-диего очень интересен но там когда вот на север туда начинается полосочка вот этих городочков маленьких мы очень любим север города да да мы так хотим там жить боже там такие это надо видеть это невозможно словами передать знаете и на google maps этого не увидишь глазом и даже камеры ну камеры лучше но это надо просто физически кожей надо там находиться кожей удивительное место там микроклимат такой с одной стороны океан холодный с другой стороны пустыня фактически а с третьей стороны горы и вот в совокупности вот этого всего вот сан-диего это как оазис такой это микроклимат определенный морячки военная база оказывает влияние на город мы так не ощущаем вообще не мы может быть потому что живем не рядом с донтауном а в ламесе да вот это чуть-чуть от океана в пустыне да и ну и и ну Продолжение следует...